Серые кабинки словно памятники туалетам. Так едко некоторые жители Иркутска высказываются в социальных сетях про появившиеся на улицах города кабинки с санузлами. Их поставили в центре возле памятника Горькому, рядом с музеем истории Иркутска, а также около цирка и драмтеатра. А в сквере Кирова можно увидеть картину, которая нам ярко говорит. Старый друг лучше новых двух. Эти кабинки появились в сквере имени Кирова относительно недавно. С тех пор ни одна из них не открывается. И для чего здесь стоят, непонятно. Вызывают вопросы у многих жителей. Справедливости ради, напротив, есть туалет, который служит не декоративно-прикладной функцией, а используется людьми по назначению. Мы спросили у иркутян, устраивает ли их качество работы санузлов на улицах города. Нет, не устраивает, конечно, к сожалению. Почему не устраивает? Ну, потому что они постоянно грязные. Прям, ну и запах не очень в них. Мне кажется, скорее всего, не очищают их. Там же вообще биотуалет идет и как бы не откачивают загрязнения эти. Качество низкое на самом деле. Именно в зоне якоби там подтекает все это. Вообще, как бы, конечно, их надо больше ставить, чаще и не биотуалеты, а какие-то более современные. Ни одного не видел. Не замечал, не пользовался, так что сказать ничего не могу. Стоимость уже установленных туалетов почти 30 миллионов рублей, но пока они не действуют. На всех кабинках написано, туалет временно не работает, просьба не выламывать двери. В администрации нам пояснили, туалетные модули пока не работают. Их нужно подключить к необходимым коммуникациям, после чего санузлы будут функционировать круглый год. Те туалеты, которые новые, привезены сейчас в центральную часть города, они куплены, поставлены до места своей дислокации. Сейчас, до 1 мая, они будут подключаться сетям водопровода, тонализации, электроэнергии и будут устанавливаться уже капитально на свое место. Сейчас они просто находятся в месте дислокации. Сейчас идет подготовка, как только грунт оттает, мы начнем работать и подключим их к сетям. Всего в Иркутске сейчас работают только три круглогодичных общественных туалета на улицах. В сквере Кирова, на острове Юности, на острове Конный. Еще пять планируют поставить этим летом. Александр Гаврилов, Юрий Рябчиков. Новости сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok